На несколько дней легендарная фигуристка стала личным тренером воспитанников Сириуса. Вместе с Марией в Сочи приехали две ее воспитанницы – Полина Дрынкина и Алина Лысенко. С ними у заслуженного мастера спорта связаны надежды на получение самых высоких наград на международных соревнованиях. В Сочи они помогают своему тренеру проводить занятия для юных фигуристов, которые приехали в Сириус из четырех регионов страны. Тверскую область представляют 13 спортсменов, 12 учеников – Тульскую область, 11 – Иркутскую. Самая многочисленная команда прибыла из республики Коми – 17 воспитанников. Не всегда получается увидеть таких значительных людей в окружении и рядом. И, конечно же, для детей это тоже очень важно. Они зажигаются, им это интересно, они хотят выполнять, они хотят слушать. Наша задача лишь в дальнейшем только нарабатывать без уже участия Марии Викторовны. Воспитанники Сириуса получают от Марии Бутырской индивидуальные советы по технике катания и прыжкам. Профессиональные рекомендации получают и тренеры. Поделилась чемпионка мира с ребятами и рецептом успеха для будущих чемпионов. 40-30% таланта, все остальное – это работоспособность. Конечно, тренер – это тоже большая составляющая, но тренер может только помочь, подсказать. Но все равно ребенок будет дальше делать это или не делать. Вот, я неудачливый, я невезучий. Вот неправда, тот, кто хочет и делает больше, чем остальные, на чуточку, тому и везет. Я была в восторге, когда узнала, что с ней встречусь. Мне очень хочется узнать много нового, чтобы она мне что-то подсказала. Когда у меня не получался двойной аксель, она мне подсказала, как правильно сделать, у меня получилось. Помимо Марии Бутырской, во время мартовской смены с юными фигуристами будет заниматься и Алексей Мишин, легендарный тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В целом же, спортивные и образовательные программы центра разработаны для обучения школьников, показывающих высокие результаты в хоккее и фигурном катании. Участники программы – это победители и призеры всероссийских юношеских спортивных соревнований и турниров, члены региональных юношеских сборных, одаренные воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Мастер-классы и тренировки проходят на территории олимпийских объектов, ледовой арены «Шайба» и тренировочной ледовой арены. Инга Габеши, телекомпания «ФКТ».